Украинские силовики за сутки более 500 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил сегодня представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Он отметил, что стреляли в том числе из тяжелой артиллерии. Обратить внимание на то, что на самом деле происходит в Донбассе, его жители сегодня требовали от сотрудников ОБСЕ. Сотни людей пришли к гостинице, где проживают представители миссии. Дмитрий Зайцев встретился с протестующими. Сегодня к гостинице, где живут представители ОБСЕ, пришли сотни жителей Донецка. Основная претензия, которая звучала здесь на митинге, представители ОБСЕ не отражают в своих отчетах реальное положение дел в республике. Гранду! 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 ОБСЕ открой глаза и долой наблюдателей из Донбасса. Таковы основные лозунги. Горожане принесли с собой плакаты и развернули их напротив окон одного из самых дорогих отелей Донецка. Мы пустили на нашу землю миссию ОБСЕ, которые уже два года ничего не делают. Мы в надежде, что они расскажут всему миру о страшных преступлениях украинской стороны, которые убивают наших детей, убивают наших стариков. Мы по этому поводу все здесь собрались, для того, чтобы оказать протест в миссию ОБСЕ. Такие работники, как они, они нам здесь, на Донбассе не нужны. На митинг в 9 утра пришли студенты, представители общественных организаций, работники бюджетной сферы и пенсионеры. У каждого накопилось к наблюдателям масса вопросов. Я родом из села Старомихаловка. И там мои ближние, сестры, все родственники, каждую ночь шуруют там и нет покоя. Получается, после того, как они приедут куда-нибудь, так сразу начинаются бомбежки. Впечатление такое, вроде, куда-то информация идет против нас. К собравшимся вышла руководитель Донецкого областного офиса наблюдательной миссии ОБСЕ Ольга Скриповская. Пытаясь ответить на все обвинения, берет в руки мегафон. Миссия ОБСЕ – это гражданская, невооруженная миссия, которая не может повлиять на стороны, которые стреляют. Мандат нашей миссии позволяет нам наблюдать и фиксировать факты. Мандат нашей миссии войну! Участники митинга обвиняют сотрудников ОБСЕ в нежелании выезжать в обстреливаемые районы. Кто-то вспомнил недавний инцидент со служебными автомобилями миссии, спешно покидающими Донецк во время очередного обострения на линии разграничения. Почему вы умалчиваете об обстрелах постоянно? Давайте разговаривайте. Давайте, мы сейчас сами... Жители приглашают сотрудников наблюдательной миссии посетить сегодня районы Донецка, которые накануне подверглись очередному артобстрелу со стороны украинских силовиков. Осколками от крупнокалиберных снарядов повреждено 10 домов в Куйбышевском районе. Также пострадали жители и соседние Ясиноваты. Представители ОБСЕ обещали посетить места разрушений в самое ближайшее время. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Черешко, Рушан Умяров и Ярослав Зорин. Первый канал. Донбасс. 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 Продолжение следует...